Йо, ребятки, всем привет! Сегодня я буду делать коррекцию ногтей. По исходнику ногтей мы видим, что у нас достаточно сухая кутикла, также материала выложено много. Сразу скажу, работа Донни моя, и сегодня мы будем исправлять пирожочки. Снимаю покрытие, как обычно, твердосплавной кризой с синей насечкой, у меня кукурузка, очень удобная в работе, она мне очень нравится, пользуюсь ей давно. Снимала я покрытие минут 20, очень толстый слой, особенно посредине ногтям, в зоне апекса, и также на левой ручке было много слойек в правом синусе. Клиентка прошлого мастера просилась сделать ей форму мягкий квадрат, но по некоторым ногтям видно, что это больше подходит под сквовал, так же, как и на больших пальчиках. Кстати, под горой выложенного материала была очень красивая ногтевая пластина, а также очень красивая квадратная форма ногтей. Покрытие я снимаю практически полностью до тонкой подложки из базы, так как все же были отслойки, я не знаю, что за материал был выложен. Убираю всю пыль с ногтевой пластины и отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Также замечаю большой пропил в зоне кутикулы на мизинчике, также в безымянном пальце. Он был сделан, скорее всего, из-за неправильной постановки фрезы, поэтому работать нужно аккуратно в этом месте, чтобы еще больше не пропилить ноготь. Пальчики у нас сухие, также кутикула грубая, но птерегия было немного. Но все же для маникюра я выбрала фрезу пламя с синей насечкой, так как фреза с красной насечкой не справилась бы с боковыми валиками. Выполняя маникюр сначала вычищаю левый синус на форварде, также боковые пазухи, а также слегка прохожусь по боковым валикам, чтобы немного сгладить всю сухость ногтей. На форварде я прохожу правый синус ногтя и также боковые пазухи, и поворачиваю кутикулу, насколько это возможно, чтобы дальше было удобнее ее срезать ножничками. Ножнички у меня от Stalix Pro, очень хорошо режут, также убирают всю ненужную кутикулу. Работы ими достаточно много, и они мне очень нравятся. Так как у нас сухие пальчики, я решила зашлифовать кутикулу, так зашлифовать боковые пазухи по маслу, поэтому промазываю маслом кутикулу. И начинаю фрезой шлифовщик заглаживать и зачищать все, что было обрезано, также всю сухость ногтей. Я это делаю на 15 тысяч оборотах, и все классно убирается. После масла обязательно нужно хорошо либо промыть руки под проточной водой, либо очень хорошо обезжирить под кутикулой, так как если мы будем носить цвет, он будет скатываться. Затем выполняю все как обычно, наношу праймер, жду пока он высохнет на воздухе, и наношу втирающим слоем раббер-базу от Уна. Ее мы полимеризуем в лампе 60 секунд. Чтобы в дальнейшем не было у вас вопроса, почему я работаю половину без перчаток, мне так комфортнее, мне это удобнее, потому что к перчаткам прилипает база, прилипает особенно при наращивании геля, поэтому я просто не могу в них работать. Субтитры сделал DimaTorzok Укрепление ногтей я буду выполнять с кавер-гелем от Силкар. Он отлично носится на разных типах ногтей, без сколов и без отслоек. Промазываю тонкую подложку, ставлю каплю и распределяю ее полностью по ногтевой пластине. Формирую правильный носибельный и, главное, красивый апекс ногтя, но делаю так, чтобы это были не пирожочки, как у нас были ранее, а красивая форма ногтей. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как я укрепила все ногти, я начинала делать поверхностный апил и также небольшой апил формы. Мы остановились на форме мягкий квадрат, но параллель у нас будет немного заужена, потому что клиентке так удобнее. Апил выходит минимально, потому что я слегка немного подшлифовываю сверху ноготь, также подпиливаю боковые параллели и сравниваю по длине ногти. Жесткий материал я опиливаю пилочкой с тонны 180 грит, а если при наращивании, я тоже могу взять две пилочки, потому что, как по мне, пилочка спиливается и это безумно неудобно становится. Субтитры сделал DimaTorzok На этих ноготочках я обязательно буду выпиливать натуральный ноготь из-под низу, так как ногти скручиваются, и буду это сделать новой фрезой-иголочкой. Мне очень понравилось ей выпиливать натуральный ноготь, потому что это было мега удобно, она очень классно выпиливала. У меня с синей насечкой керамическая фреза. Далее я все обезжириваю, убираю пыль, и с клиенткой мы остановились на дизайне, который делали очень много моих девчонок. Сейчас среди клиентов он очень популярен, но я делаю скорее это больше с градиентом на молочную базу, но так как мы поздно спохватились за него, то мы просто будем делать растяжку хлопьями на нежный сиреневый гель-лак. Лично у меня такой маникюр ассоциируется с ранней весной, когда уже снег тает, расцветают подснежники, не знаю, по мне так это максимальный весенний дизайн. Покрываю я гель-лак в два тонких слоя, и также могу себе тонкой кисточкой помочь подкрасить под кутикулы и боковые валики. И как по мне самое интересное, это растяжка в этом дизайне, я взяла гель-лак с хлопушками. Если вы подписаны на мой инстаграм или на телеграм, вы видели, что у меня появилась новая коллекция этих гель-лаков. Очень классные гель-лаки, и в работе они тоже очень удобные. Делаю растяжку полусухой кистью, градиент получается идеальный, очень красиво все растушевывается, мне понравилось, при том, что градиент я не особо люблю делать. Можно было, конечно, и так оставить, но мне кажется, без френча это смотрится. как-то скучновато, поэтому мы добавляем френч оттенком гель-лака, более подходящим под цвет хлопушков. Конечно же, я покрываю все глянцевым топом, с небольшим выравниванием, чтобы получить ровный блик. Как я говорила ранее, кожа у нас сухая и кутикула у нас грубая, конечно же, я все увлажняю маслом. Преимущество сухого масла, что оно не жирнится, не отпечатывается на том же руле машины. И это очень классно. Но перед тем, как я вам покажу результат маникюра, я попрошу вас подписаться на мой телеграм-канал, также на мой инстаграм. Жду вас в всех моих соцсетях, так как там я публикую контент намного чаще, поэтому подписывайтесь, вы не пожалеете. И вот такие прекрасные ноготочки у нас получились, максимально по весеннему дизайну. Напишите, как вам в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю! Субтитры сделал DimaTorzok